Да, мы с моей командой буквально, наверное, год, как приступили к работе в Сахалинской области, не скажу, что было всё, образно говоря, нерадужно, но, тем не менее, столкнулись с рядом проблем. Основная характеристика проблем — это, в принципе, высокое оснащение материально-технической базы и при этом небольшие успехи по работе снижения, на результатах по снижению смертности, ну, прежде всего, от онкологических заболеваний, сречно-сосудистой патологии и так далее. Давайте следующий слайд. Как листать? Да, ну, онкологическая служба на территории Сахалинской области, я скажу, что у нас проживает на территории полмиллиона человек, протяжённостью наш остров около тысячи километров длиной, ну, скажем так, плотность населения довольно-таки низкая, вот, а, значит, лечебная сеть медицинских организаций представлена в 18 муниципалитетах, в каждом имеется свои центральные районные больницы, и в центре, в столице Сахалина, ну, также есть крупные лечебные учреждения, как областная клиническая больница, областной онкологический диспансер, ну, на 225 кой, как видите, это и палеотивные койки, и радиология довольно-таки неплохо представлена, и дневной стационар при центре амбулаторной онкологической помощи. Мы фактически имеем по всей территории Сахалинской области первичные онкологические кабинеты, смотровые кабинеты для выявления, значит, локализации на коже и мягких тканей онкологических процессов. Сегодня на Сахалинской области, вот видите нашу карту, мы выстраиваем трехуровневую систему, популярный вид взаимодействия всех структур, амбулаторно-поликлинического звена, стационарного, специализированной помощи регионального уровня. Мы четко видим, что есть межмуниципальные онкологические центры, они, в принципе, представлены, прежде всего, онкологическими койками, койками, где выполняется и химиотерапия, ну, естественно, первичные кабинеты, о которых я сказал. Сейчас мы уже организовали центры амбулаторной онкологической помощи, это в городе, в Южно-Сахалинске, в столице, порядка 300 тысяч населения обслуживает, высокая нагрузка, безусловно, но, тем не менее, мы справляемся. Успели до коронавирусной, скажем так, эпохи, можно это так назвать, организовать в центре острова, в центре амбулаторной практики, там порядка где-то 60-70 тысяч человек. Ну и поскольку у нас есть свои нюансы по концентрации жителей, мы вынуждены на 17 тысяч населения организовывать на севере нашего острова центр амбулаторной онкологической помощи, вот, для, ну, скажем так, для северных территорий, потому что доступность крайне низкая, санитарная авиация, либо регулярные авиарейсы не позволяют, значит, скажем так, сделать широкой доступности этой медицинской помощи. Это накладывает свои определенные отпечатки, как мы понимаем, оказывать помощь 17 тысячам жителям, либо 300 тысяч жителям, это фактически разный уровень и затрат, и специалистов, поскольку мы понимаем, что этот набор, который у нас прописан федеральными нормативными документами по центру амбулаторной помощи, должен быть в полном объеме, и загрузка, например, на 17-20 тысяч, она, конечно же, в разы ниже, нежели на аналогичные центры в центре или на юге острова. Но, тем не менее, мы понимаем, что это необходимо, поскольку вопрос финансирования и затрат мы отодвигаем на второй план, и, конечно же, на первом месте для нас стоит целевой показатель, это индикатор смертности, прежде всего, от злокачественных новообразований. Кадровый потенциал у нас, я уже в продолжении, соответствующий. Вы видите, цифры в абсолютном значении могут мало что говорить, а если взять в сравнение с обеспеченностью врачами-онкологами на Сахалине и в целом стране, то мы здесь гордо говорим, что мы довольно-таки неплохо обеспечены специалистами, практически в два раза больше на душу населения, нежели это в целом по стране. Но почему у нас это получается? Буквально чуть больше года заработала серьёзная программа поддержки кадровых ресурсов и привлечения на территорию Сахалинской области. У нас значительно внушительные подъёмные средства выплачиваются приехавшим специалистам. Мы предоставляем жильё, причём это не менее трёх миллионов рублей на покупку. Мы фактически имеем очень высокий уровень заработной платы и в этом году средняя заработная плата у врачей составляет 172 тысячи рублей. Это наше, скажем так, конкурентное преимущество, которое даёт возможность заполнять и выбирать прежде всего квалифицированные кадры для такого важного направления, как онкологическая помощь. Диагностические возможности я в начале своего выступления говорил о том, что мы довольно-таки неплохо оснащены. Как вы видите, я могу сделать акцент. У нас 23 аппарата компьютерной томографии, рассредоточены практически по всей территории Сахалинской области. И, как вы заметили, у нас низкая плотность населения, есть районы по 8, по 17 тысяч населения. И в таких районах у нас стоят компьютерные томографии. Всё это обусловлено тем, что мы стремимся к высокой доступности медицинской помощи. Ну и не хочется приводить в сравнение с развитыми странами, но, тем не менее, мы это можем сделать. Вот, например, в Германии на 1 миллион населения приходится около 30 аппаратов компьютерной томографии. У нас на полмиллиона населения, как видите, 23. То есть уровень оснащения здесь нам даёт фору для того, чтобы мы современно выявляли на ранних стадиях, в том числе, онкологические заболевания. Далее остановлюсь. Мы уделяем особое внимание и в 2019 году, в середине года, как только наша команда стала скруплёзно относиться к профилактическим мероприятиям, мы фактически нарастили серьёзно не только план, но и качество выполнения диспансеризации первого, особенно второго этапа, без сбоев для достоверной диагностики, в том числе и онкологических заболеваний. Мы сделали упор на то, чтобы оснастить наши передвижные комплексы в труднодоступные населённые пункты, мы пользуемся 40 передвижной техникой на колёсах. Мы выезжаем, у нас есть федеральный план по национальным проектам, мы фактически чуть ли не в два раза больше его выполняем, потому что понимаем, что выездная работа — это именно, скажем так, тот момент, когда можно на ранней стадии, к сожалению, и запущенные формы выявляем, но тем не менее стараемся в рамках трёхуровневой системы своевременно этих людей, неважно на какой стадии процесса мы их диагностировали, направлять в центр, в онкологический стационар. Значит, с конца 2019 и в 2000 году мы для себя поняли, что тот стандарт по диспансеризации, который сегодня в нормативных документах прописан, мы бы хотели для себя пересмотреть. Откровенно скажу, может быть, это неправильное будет извлечение, но мы не верим в, скажем так, высокую точность диагностики, скрининговой диагностики лёгких, методом флюорографии, ну то есть от слова «вообще не верим», и имея такой ресурс, как 23 компьютерных томографа, мы для себя выбрали всё-таки приоритет — это режим низкодозовой компьютерной томографии лёгких вместо флюорографии. Как вы видите, за 5 месяцев мы выполнили 29 тысяч исследований, но, опять же, остановлюсь, это не только с целью онкоскрининга патологии, которые локализуются в лёгких, но и с апреля месяца борьба с коронавирусной инфекцией нас заставила увеличить эти объёмы среди населения для того, чтобы выявлять на ранней стадии патологию лёгких, связанную с осложнением коронавирусной инфекции. И, собственно говоря, мы бы здесь получили несколько эффектов. Мы, как вы видите, на слайде параллельно выявили более 100 случаев рака лёгких, уже подтверждённых на сегодняшний момент, и также, конечно же, как сопутствующий, я не скажу, как побочный эффект этого мероприятия, но, тем не менее, мы выявили около 120 случаев туберкулёза. Также в программу диспансеризации, я даже в следующий слайд остановлюсь, мы решили включить гастроскрининг, поскольку на втором месте посмертности в структуре у нас стоит новообразование желудка, и гастроскопия повсеместная ещё, скажем так, как скрининговая методика нами не отработана. Это, по моему мнению, такой небыстрый процесс. Мы изучали международный опыт, изучали опыт наших коллег, и в том числе из Петербурга, в медсанчасти МЧС. Мы изучили опыт, посмотрели, что есть хорошие наработки использования так называемой гастропанели, вот определение пепсиногена 1, 2, гастрина, для того, чтобы определить атрофию тканей стенок желудка с последующей возможной обязательной диагностикой, методом гастроскопии, то есть не широкий тотальный скрининг всех подряд, а именно той группы риска, которую мы определяем при гастроскрининге. При гастроскрининге. Но вот за 5 месяцев выполнили только порядка 11 тысяч исследований. Надо сказать, что ещё мы не проанализировали результаты. Опять же, с апреля месяца притормозили эту всю историю, поскольку по федеральным нормативным документам диспансеризации, профилактические медицинские осмотры нами были приостановлены. Но мы верим в эту методику, поскольку оцениваем мнение специалистов, и они дают очень, скажем так, позитивные прогнозы. Структура смертности и заболевания представлена на текущем слайде. Вы видите, что первое место смертность у нас вызывает это заболевание органов дыхания, и мы здесь сделали упор на НДКТ лёгких. Второе место, как я сказал, это новообразование желудка, и дальше структура приведена. Ну и по заболеваемости первое место, конечно же, новообразование кожи, органов дыхания и так далее. Собственно говоря, вот это понимание структуры смертности и заболеваемости и даёт нам наводки, на что нужно в первую очередь обращать внимание. Мы здесь подробно останавливаться не будем, но мы фактически провели расчёты по не только структуре, но и по возрастному составу тех пациентов, которые заболевают и умирают от той или иной локализации. И, собственно говоря, может быть, не совсем таргетно, но выбрали тактику обследования именно этих групп риска. Показатели деятельности онкологической службы, кстати говоря, здесь мне не видно. Мы, собственно говоря, оцениваем за истекший год. Это сравнение 2018 и 2019. Выявление на первой и второй стадии у нас чуть-чуть растёт, за счёт того, что мы нарастили темпы диспансеризации второго полугодия 2019 года. Также удельный вес больных со злокачественным образованием, которые стоят на учёте 5 лет и более. Но надо сказать, что мы не приписываем это к заслугам нашим, поскольку это длительный период достижения роста этого показателя. Но, тем не менее, тоже видим тенденции динамика к росту. Ну и одногодичная летальность у нас остаётся пока высокой, как мы считаем. Но здесь есть ряд объективных причин. Как понимаем, это годовой показатель. Мы надеемся, что в результате 2020 года мы выйдем на серьёзные изменения. Ну и следующий слайд. Динамика смертности в результате всех наших мероприятий, которые мы организовали, и диспансеризация 2019 года, причём перевыполнение плана, качество этой диспансеризации, и все скрининговые методики нам дают картину серьёзной динамики по снижению смертности от новообразования. Видите, в 2019 году у нас доходило до 270 показателей, а сейчас мы вышли уже на снижение до 228. Это подтверждает, прежде всего, показатели общей смертности, поскольку мы как организаторы понимаем, что любые показатели снижения смертности от онкологии, будь то от средствосудистых заболеваний, они ничто, если при этом снижается общая смертность. И здесь на слайде мы представили наши показатели, которые уже даёт РУСТАЗ за апрель, май. Это оперативные данные, которые мы динамично смотрим, высчитываем. То есть мы фиксируем за счёт наших мероприятий, не только по онкологической службе, но и по борьбе с сниженно-сосудистым заболеваниям, серьёзную динамику по снижению смертности общей. Планы, какие развития мы для себя преследуем? Ну, однозначно, на первом месте стоит профилактика. Продолжаем развивать компетенции, онконосторожности первичного звена, не только врачей-онкологов, которые работают в первичных кабинетах, но, естественно, это армия более 170 человек, наших врачей-терапевтов-участковых. Мы для себя чувствуем важность переоснащения оборудования. Прежде всего, это эндоскопическое оборудование, это для нас приоритет. Старое меняем на новое, несмотря на то, что обеспеченность довольно-таки неплохая. Палитивная помощь, хоть и представлена на сегодняшний день 10 койками, нам этого недостаточно. И качество этой помощи оставляет на сегодняшний момент желать лучшего, за исключением того, что мы оснащены по национальному проекту, довольно-таки неплохо. Но, как говорится, быт определяет сознание, и стены, в которых сегодня мы работаем, они нас не устраивают, они не соответствуют тому духу, который должен быть в палеотипе. Мы очень благодарны нашим коллегам из центра Блохина. У нас состоялось очень много сессий, очных выездов в прошлом году, в текущем году. Мы выезжаем, у нас телемедицинские консультации, у нас постоянно идёт мониторинг. Большое спасибо низкий полокон Ивану Сократовичу. Мне кажется, что к Дальнему Востоку у него очень чуткое отношение, и фактически мы чувствуем покорительство большого брата, если можно сказать. Телемедицинские консультации — это тот конёк, который сейчас крайне необходим, ввиду того, что и ограниченные передвижения, и надо соблюдать все плановые консультации. Внедрение новейших методов лечения, таргетная терапия, малоинвазивные методы лечения — всё это позволяет высокое оснащение и операционных, и современных препаратов, химиотерапии и диагностика, и консультация с ведущими центрами, конечно же, дают свой результат. Ну и для нас стоит большим планом эта организация в рамках КЧП реабилитационной помощи, в том числе и онкологическим пациентам. У нас есть большие планы с коллегами из «Росатома», которые мы планируем реализовать в ближайшие годы. И, конечно же, мультидисциплинарный подход по контролю анализа препаратовых заболеваний. У нас работает серьёзная бригада по центру расшифровки экологических снимков и компьютерной томографии. Мы действительно имеем второе мнение. Наш центральный офис по расшифровке оказывает услуги не только для наших медицинских организаций на территории острова, но и другим субъектам. Работаем, можно сказать, по ночам, когда у нас ночь, мы выполняем заказы других субъектов, у которых в текущий момент дневная работа, там, где не хватает специалистов-рентгенологов. Всё это благодаря той цифровизации, которая с приходом нового губернатора на Сахалинскую область вдохнула совсем новой жизнью. Планы развития центров амбулаторной онкологической помощи город Коснулся для нас это тоже является приоритетным направлением. Несмотря на низкую плотность населения, мы откладываем большие средства для их развития. И одним из важных моментов сегодня мы ведём речь о создании медицинского кластера. В нём будет большой блок онкологии. Сегодня наш онкологический центр является самым оснащённым на территории Дальнего Восточного федерального округа. Мы выполняем более 3000 современных высокотехнологичных операций. На базе нашего онкодиспансера мы имеем достаточное количество коек. Прошу прощения, и около 400 из 3000 выполняем высокотехнологичные операции. Инвесторы, с которыми мы уже ведём переговоры, подписали соглашение о сотрудничестве. Это Росатом, Хелскея и корпорация Ростех. В заключение хочу сказать, что мы рады контактам, приглашаем наших коллег для обмена опытом, сотрудничества, просто посетить нашу территорию, не только наши медицинские организации, но и увидеть Сахалин, как говорится, живьём, посмотреть на его действительно замечательную природу, выполнить гастрономический тур, побывать на рыбалке, воспользоваться термальными источниками, которые имеют уникальные составы воды, имеют аналогов в мире, также посетить источники природных грязей, минеральной воды, ну и, конечно же, побывать в этой первозданной природе, а зимой ещё и можно покататься на горных лыжах, на современном горнолыжном спуске, который находится практически в центре столицы Сахалина, в городе Южно-Сахалинске. Благодарю вас, коллеги, за внимание, спасибо большое, рад сегодня участвовать в вашем мероприятии.